Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Очень, ребятки, понедельник отработали. Как говорится, в понедельник всегда тяжело. Но, после выходных, конечно, тяжеловато работать. И всегда кажется, будто день намного длиннее, но когда понедельник проходит, потом остальные дни уже быстро пройдут. Дорогие друзья, хочу вас поздравить с праздником, с Днем Космонавтики. Просто я вспомнил, как мы раньше должны на День Космонавтики только пацанами еще были. У нас тогда как праздновалось. Брали мы просто, знаете, такой вот, ну кусок материи какой-нибудь. Заматывали, потом проволоку обматывали, все это в столярку, поджигали. И тогда вот крутили ее и кидали вверх. Ну как? И тогда как? Не надо, было так принято. Мы его переняли, наверное, у других, которые тоже так само это делали. Или баллоны брали. Прямо у нас там речка была, и это самый крутой спуск такой. И прямо в баллон поджигали. Мы это уже более взрослые пацаны делали. А мы вот и фаркелы подкидывали. Это было как раз хорошо. В апреле у нас уже именно вот эта горка, там снега уже не было, уже там было сухо. И мы там всегда собирались, ну когда детьмищи были, да, всегда собирались там, кто в футбол поиграет, кто там еще какие-то игры играли, выбивали, вышибалы играли, чизики. Ну а всегда там, на этом бугорке, именно в апреле месяце там постоянно полного народу было. Ну потому что снега много, да, а там как где речка, бугорок, там постоянно ветром все сдувало, и поэтому там быстро все, ну, становилось сухо, и мы там всегда играли в разные игры. И день космонавтики тоже мы кидали эти факелы. Ну конечно, взрослые нас маленько гоняли, потому что мало ли что, да. Ну хорошо, что это было возле речки, там дальше дефакт даже куда-то еще залететь, ничего страшного. А так в деревне, да, укажут, там еще, еще же весна, укажут, там солома, сено где-то лежит, не дай бог загорится. У нас мужики, конечно, гоняли, но мы все равно делали, по-моему, подальше отходили. Так что, дорогие друзья, с днем космонавтики, не поджигайте никого там, если вы так делаете. Ну, так мы и делали, ребята. А сейчас, ребята, хочу ответить на пару комментариев, которые писалось именно под последним видео, там, где мы с Валентиной ванной, значит, прогуливались. Мы вам тоже показывали все эти улицы, и там многие обратили внимание на асфальт, да, на дорогу. Но я хочу маленько пояснить, почему, как она так выглядит, почему так выглядит. В принципе, я и в том видео уже говорил, что не обращайте внимания, это нормально. Просто эта дорога, она уже черная сколько там находится. эта дорога еще, скорее всего, наверное, еще, когда крестьянин там жил, когда эти поля были ивоны, это еще дорога была ивона только для иводно техники, поэтому там не нужна была ему такая гладкая, широкая дорога. Поэтому, как вы видите, она и есть узковатая, там, в принципе, только одна машина еще проедет, но остальные там где-то ждут, берут наверняка вправо, чтобы пропустить другую. Это, в принципе, было раньше только сделано для сельхозтехники, для тракторов, для этого была эта дорога сделана. А почему ее сейчас никто не ремонтирует? Потому что пока нету нужды. Правильно кто-то написал, что ее нужно ремонтировать, нужно самим платить, а у людей нету денег, и поэтому дорогу не делают? Нет, тут неправильно. Тут неправильно. Платить надо за это будет, да, тем, кто там живет. Платить нужно будет, ребята. А деньги есть у тебя или нет, никто их спрашивать у тебя не будет. Еще город решит положить там новый асфальт, и предоставит он тебе счет, вот столько ты заплатишь, то есть поделится на всех этих дома стоят, все это разделится, поделится. Поэтому комментарии правильно тоже там ответили. И потом просто тебе счет предоставят, и все скажут тебе, вот такого-то у нас начнутся работы, твоя, значит, сейчас столько нам будет стоить. Это не только что асфальт когда ложат, ребята, даже еще будет прокладывать канализацию, допустим, обновлять будет, да, что-то там новую канализацию еще будет ложить, к примеру. И все эти работы они будут делить на всех этих частников, которые там живут. И все всего лишь. Хочешь ты этого и не хочешь, ребята, хоть даже у тебя не забивается ничего, это никто не спрашивает. Если город решит, то вы будете за это платить. Вот так она, а не так, что еще денег нет, я платить не буду. Ничего подобного. Ха-ха-ха. Дома строятся, да. Все это, когда ты покупаешь землю, все это нужно знать, да, еще там уже, она идет уже с подключением, то есть там уже все есть. А не шлюсы есть уже, допустим, там газ уже, канализация все еще есть. Поэтому она будет дороже земля и стоит, ребята, потому что все это уже провели. Понимаете вы? А если вы купите просто землю и этого нету ничего подведенного, еще нужно рассчитывать уже, все это нужно будет вам еще отдельно деньги платить. На участках, когда вы покупаете, там все уже написано. То есть она уже все англишлезом, то есть все подключение уже все есть. В принципе, только там нужно пару метров что-то прокопать и все это соединить. А так уже центрально все это идет. Вот. Поэтому правильно ответили комментарии, что платить надо. Платить надо. Есть у тебя денег там или нет денег. Никто с тебя, как сказать, денег не задаешь платить нет, нет, нет. Платить надо. Как я сказал, поставят вас перед фактом. Ага. Можете платить, ребята. Ну, существуют такие законы, ребята. А почему там еще дорогу не делать? Потому что это всего лишь она, как видите, с одной стороны только домики, а с другой стороны там еще поля, там еще никто не живет. Поэтому она не считается, это такая дорога, что основная какая-то, да, много движений есть. А стоит только будет вот с этой стороны еще тоже домики построить, с другой стороны, да, всю эту дорогу государство начнет делать. Значит, что-то она там свое вложит туда, ясное дело. Ну, и вам тоже предоставит, ага, значит, сумму. Так оно есть, так оно функционирует, ребята. Поэтому в Германии все, за счет этого все и функционирует. Ты имеешь свой дом, свою землю, каждый год платишь за, значит, налог за землю. Не все ты можешь сделать на своем участке, что ты хочешь. Нет такого. Все расписано. Как я уже говорил, что, допустим, 30 процентов своего, значит, площади, который у вас под домом есть, вы можете только застроить. И там начинается потом с разрешением можно, без разрешения там еще. Ну, они иногда в кубиках считаются, допустим, маленький такой домик ты можешь поставить для, я не знаю, для косилки, там такой, ну, для такого всякого барахла они берут 33 или 30 кубиков. Они считают в кубиках, я не знаю, как. Сказали бы в квадрат, но они считают в кубиках. То есть имеется в виду, чтобы он не был такой высокий. Вот 30 кубиков ты можешь построить без всякого разрешения, без ничего. Только с соседом можешь у него спросить. Ну, так чисто для уважения. А так, по идее, тоже метр от границы отступил, или полметра даже, я точно уже не помню. Отступил и став такую маленькую будочку, тебе и сосед ничего не скажет, и государство ничего не скажет. А еще вы, конечно, как я, допустим, хотел помнить, я тоже вам рассказывал, у меня гараж, он 8,5 метров длиной. Понимаете? А я вот с одной стороны имею право только 9 метров застраивать. Понимаете? Только 9 метров. Длиннее я уже не буду построить. Всего 9 метров уже. А у меня 8,5 метров. А там у меня, получается, вот этот кусочек, он ни туда, ни сюда. Ну, я подумал, я сейчас навес такой сделаю. Ну, чтоб все такое, инвентарь тут оставить, чтобы, значит, там, это, косилку, ну, все такое, что для дома там нужно во дворечек ковыряться. Ну, думаю, сделал такой навес хорошенький. Все, я уже навес это был сделал. Уже скат сделал, он скат я сделал к соседу. Уже желобок там сделал для слива воды. Он еще переживал, ходил, спрашивал. Вот, а как вода будет стекать? Ну, мы сделаем все желобок, она будет уходить у меня, как по анализации, как положено. Я вот там желобок все это сделал. Ну, он все ходил и наблюдал. А до этого, главное, Валентина Ивановна была еще позвонила. Я уже рассказывал. Валентина Ивановна была экстра, я ей позвонил, знаю. Может, мы не имеем права встроить. Ну, такую, как такую хибарку маленькую, да. Я вот позвонил, знаю. Она позвонила, она сказала, да, может, без проблем, можете там делать. Все, когда я уже там все построил, подходит опять сосед, хотя он видел, да, спрашивал, куда будет стекл воды, как все это будет уходить. Я вам все это объяснил. Когда я уже все это построил, он подходит, а он мне говорит, а знаешь, ты не имеешь права тут строить. Я говорю, почему? А вот только 9 метров, дальше ты не можешь право строить. Я говорю, так, ну, почему? Моя супруга же звонила, сказали, ну, в общем, можете что делать. Он говорит, нет, вы не имеете права. Ребята, а у меня как раз было, тогда у нас было по две смены, мы работали. Ну, я работал с обеда, то есть двух часов. Ну, я сразу на машину поехал в эту организацию узнать, ну, действительно, могу там или не могу. Ну, думаю, по телефону уже сказали. Все, в одном месте вот не то. Ну, как не туда попал. В другой место нашел где-то. Спросил, они по плану посмотрели, нет, там вы не можете строить. Я говорю, а что же вы там, моя родственная супруга, вы сказали, что можете строить? Она говорит, нет, тут вы не имеете права. То есть сосед был прав. Но мне было обидно другое. Что он мне раньше, то не сказал. Ну, может, и раньше сказать, да? Хотя, в принципе, я был уверен, потому что Валентин Иванович звонил, а они сказали, да, можете строить. И вот это, понимаете, что получается, а сосед мог мне раньше об этом сказать. Но я маленько был обиделся, думаю, что он мне сказал. Сказал тогда уже, когда я все построил. Я теперь бегом-бегом, начну быстро быстро все это разбирать. Буквально мы быстро, еще черепица была сделана, ребята. Навес такой был, у меня была старая, там черепица оставалась. И все это с черепицы был сделан. Все просто убирать. Так-так-так-так, потом мы с сыном все быстро разобрали. Думаю, сейчас не дай бог, кто еще даже настучат, придут и звучит штраф мне наешать. Зачем мне это надо? Так что, ребята, в Германии такая вот система. Государство все с тебя имеет. Все имеет с тебя. Ты работаешь, ты платишь, имеешь что-то, ты имеешь какой-то дом, ты все платишь. Сейчас нас уже сделали. Мы, наверное, за воду будем платить, за то, что у нас стекает дождь. Вот идет, вот не поверите, уже в том году, по-моему, мы доделали, бумаги заполняли. Вот. Они спрашивали, какая у нас крыша. Ну, допустим, каким под углом нам, квадратур. В принципе, они все знают. Они летали, там все там фотографируют, все снимали. И вот они, значит, было письмо, там все написано, у вас гараж такой-то у вас, значит, крыша какая у вас, сколько там градусов, чтобы они знали, значит, какая площадь получается, где вода попадает. Как-то они там подсчитывают. И вот эта будка там стоит, связана ли она или не связана с этим, с канализацией, или просто уходит, значит, на участок. Все это нужно было заполнять. Ребята, я сейчас даже не помню, приходило уже что-то или не приходило. надо у Валентина Ивановна спросить. Но есть факт, что, по-моему, 80 евро или 70 евро надо будет платить в квартал или в год. Ребята, напомню в комментариях, в следующем видео я скажу. Но к чему я просто говорю? Я говорю к тому, что даже заводу вот этот дождь идет, и мы за это тоже платим. Потому что она стекает, она стекает по крыше, стекает в канализации, и вот за это мы тоже платим. Понимаете вы? Я говорю, это Германия, тут за все, за все, за все платить надо, за все платить надо. Все, ребята, на это будет все. Просто хотел маленько пояснить, ага, как все оно функционирует. А что, ребята, всем всего хорошего, хорошего вам трудовой недели, не? Ага. Еще раз вас с праздничком, с день космонавтики. Кочи, сегодня взрывайте ракетки. Ха-ха! Поехал я до дома до хаты. Погода, ребята, барахло. Так смотришь на улицу, великолепно. Солнышко, в машине тепло, потому что он нагревается солнце, а вы холодный. Всего в 6 градусов тепла. Как так, ребята? Ну, не знаю, может быть, заранее не буду говорить, но хочется, вот я сижу дома, смотрю на улицу, ну, черта кошка смотришь, ну, погода великолепная. Ну, на рыбалку, червь уже все купил. Ну, че ж ты не едешь на рыбалку? Все, ладно, поеду. Выхожу на улицу, там такой дубак. Думаю, на черта нам не нужно. Хотя, в принципе, я думаю, там тоже в машине сидеть. Ну, не знаю, может быть, на это в Ухань поеду. Все, ребята, всем большое спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки, балалайки. Ребята, до следующей встречи. Поехал я домой отдыхать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...